Фамилия и имя отчество? Зубенко Михаил Петрович. Чем являешься? Вор за конем. Где именно? Шумиловский городок. Кличка? Мафиозник. О, бля. Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Ильяс, мы с вами изучаем английский язык. Наступила зима, солнечные денечки прокнули, наконец-то закончилась бесконечная пасмурная погода и возникло желание вернуться обратно в одну из самых атмосферных зимних игр. Мафи 2. Мы давно-давно ее не делали, с самого августа, поэтому я вам серьезно задолжал, потому что я знаю, есть категория зрителей уже, которые приходят специально за этими роликами. Я неизменно вас разочаровываю, многие, наверное, уже даже отписались. Поэтому мы возобновим это дело, мы закончим сегодня вторую главу. У нас огромная, не огромная, но хорошая катсцена и приличный диалог в автомобиле. Погнали, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну давайте разбираться, что там сказано. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok How did it go? Как это прошло? Как оно прошло? Как она прошла? Как прошло? To accomplish – это достигнуть. Accomplish my goals. Достичь моих целей. Вот здесь вот mission accomplished. Yeah, piece of cake. Except for the fact that the car belonged to a bunch of moolies who immediately tried to kill me right after you left. Вита говорит – piece of cake. По-моему, уже у нас встречалась эта фраза, поэтому мы оставим ее без объяснений подробных. Косок пирога, да, расплюнуть. Except for the fact. Except – за исключением for the fact того факта. Except for – хорошая конструкция, за исключением чего-либо. Except for the fact – за исключением факта that the car belonged, что машина car belonged принадлежала to a bunch of moolies, to a bunch of кучки, да, пачки of moolies, вот этих вот самых чернокожих, who immediately tried to kill me, которые немедленно, immediately tried to kill me, попытались убить меня, tried to kill me right after you left. Как только, да, прям сразу, right after, сразу же после того, как you left, как ты уехал, как ты покинул это место, да. Piece of cake. Except for the fact that the car belonged to a bunch of moolies, who immediately tried to kill me right after you left. Бруски говорит – hey, probably the bombers. Помните, когда Джо говорил – the beamers, the boomers, ну вот они – бомберы, да, бомберы, бомбисты. Probably the bombers. Вероятно, вот эти бомберы, бомбисты. Hunters – their neighborhood. Hunters. Hunts – ну, вот район, да, называется у них там – is their neighborhood. Это их район. Guys like that you don't have to worry about. Guys like that. Парней вроде этого, да, like that, вроде них. You don't have to worry about. Ты даже не должен волноваться о – you don't have to worry about them даже. Ты не должен волноваться о них. То есть здесь он такой – guys like them. То есть он как бы уже произносит подлежащее, а потом говорит – you don't have to worry about them. То есть ты еще не должен, ты не должен успокоиться по поводу них. They just hang out on the street. They just hang out. To hang out – это болтаться, зависать. И получается they just hang out on the street. Они просто болтаются на улицах. Talk shit, steal shit and smoke dope. Talk shit – говорят дерьмо. Steal shit – крадут дерьмо, да, воруют. And smoke dope. И курят дурь. Let's see what we got here. Давай посмотрим, let's see, давай увидим. What we got here. Что мы имеем здесь, да. What we got here. Что у нас тут? Nice. No stains. Clean, говорит. Nice. Хорошо, да. No stains. Stain – это пятно. Никаких пятен. No stains. Clean. Чистое. Where did that lowlife get the money for this? Probably stole it himself. It's nice, though. Where did that lowlife get the money for this? Where did that lowlife? Где этот вот lowlife? Low – низкий, life – жизнь, да. Вот это вот, вот это отребье, да. Where did that lowlife? Где эти отбросы get money? Достали деньги for this? Probably stole it himself. Probably, опять же, да, вероятно. Stole it. Украли ее. Himself. Сами. То есть здесь, видите, мы хотим сказать во множественном числе, и тогда должно быть stole it themselves. Он говорит stole it himself, потому что lowlife, как бы, для него это единственное число, вот так вот, общо, видимо. Ну, либо он просто ошибается, потому что он польский эмигрант. It's nice, though. Она хорошая. It's nice. Она неплохая, though. Однако. Да, хотя. После того, как вы какую-то мысль сказали, вы хотите что-то добавить к ней, вот это очень хорошая такая тема добавить though в конце, то есть, хотя, да, однако, ну, то есть, как бы, к слову. How much did I say I'd give you for it again? How much did I say I'd give you for it again? Говорит. How much? Как много? Сколько? Did I say? Я сказал I'd give you. То есть, I would give you. Я дам тебе, как я сказал тебе тогда, что я дам тебе for it, за нее, again. Еще раз. Да. How much did I say I'd give you for it again? Ну-ка, скажи-ка еще раз, сколько я тебе за нее обещал. И он говорит ему 600, 600, на что Бруски, конечно, смеется и говорит, I like your buddy, Joe, I like your buddy, Joe, мне нравится твой buddy, дружок, Joe, here's your 400 bucks, here's your 400 bucks, вот твои четыре сотни баксов. Stop by again, окей? Он уже говорит, это Вито, да, stop by again, окей? Вспомните, to come by, а здесь вот stop by, останавливайся, да, stop by again. Заезжай, в общем-то, останавливайся, again, снова, stop by again, окей? We can do some more business. We can do, мы сможем сделать some more business, немножко больше дел, да, какой-то еще бизнес провернем. А он ему говорит, you bet, Mike, вот это вот, помните, you bet? Да, конечно, Mike, да, обязательно. I see you, Mike, I'll stop by again real soon. See you, Mike, увидимся, Mike, I'll stop by again, теперь уже говорит ему это, Джо, абсолютно прямо, что так и будет, I'll stop by again real soon, действительно быстро, real soon, очень скоро. Me too. Alright, boys, see you later. Here's your 300 bananas, I'm taking my cut as the middle man, next time you're on your own. Here's your 300 bananas, говорит Джо, вот здесь вот интересно, да, 300 bananas, так вот он называет в данном случае. Почему, непонятно, потому что деньги-то вроде зеленые, не желтые, ну, как максимум серые, почему bananas, ну ладно, вот твои три сотни бананов. I'm taking my cut as the middle man, I'm taking my cut, я беру, I'm taking, я прямо сейчас беру, да, my cut, мою вот, to cut это резать, да, а my cut это моя доля, как бы мой отрезок, as the middle man, как middle center, центральный человек, да, the middle man, то есть получается посредник, беру свое вот за посредничество. Next time you're on your own, он ему говорит, next time, следующий раз, you're on your own, ты сам по себе, то есть ты самостоятельный, on your own. Hey, hey, mission accomplished, how'd it go? Yeah, piece of cake, except for the fact that the car belonged to a bunch of moolies who immediately tried to kill me right after you left. Eh, probably the bombers, what is their neighborhood? Guys like that, you don't have to worry about them. I just hang out on the street, talk shit, steal shit, and smoke dope. Let's see what we got here. Mmm, nice, no stains, clean. How did the lowlife get the money for this? Probably stole it himself. It's nice though. How much did I say I'd give you for it again? Six hundred. Oh, I like your buddy, Joe. Here's your four hundred bucks. Start by again, okay? We can do some more business. Yeah, you bet, Mike. I see you, Mike, I'll stop by again real soon. All right, boys, I'll see you later. Here's your three hundred bananas. I'm taking my cutters, the middle man. Next time you're on your own. All right. Thanks, Joe. All right, let's go home. I'm exhausted. Говорит, all right, let's go home. I'm exhausted. Let's go home. Давай отправимся домой, да? I'm exhausted. To be exhausted, это быть выжатым, быть истощенным и уставшим до смерти. I'm exhausted. Как будто немного подергивается экран. Не находите? We should take the highway, Вито, он говорит. Надо поехать верхним путем, потому что вторая глава, и он указывает дорогу пока что. All right, you pulled off that job without fucking it up. Nice going. Yeah, but I almost got my ass kicked. I didn't live through the war just to die in Sand Island. Hey, that's all part of the deal, pal. Take it or leave it. Besides, it ain't like you're qualified for anything else. I guess you're right. Don't worry about it. It's all gonna be a piece of cake. So, uh, what's the story with Brewski? Mike's a good guy to know. He's a little grouchy, but he's always got a scam going. He deals with stolen cars mostly. Spent some time inside a while back. I heard he used to stick up gas stations back in the day. You gonna make him pay the cleaning bill for your jacket? Nah, I'll let that one slide. I do a lot of business with the guy. Plus, he's got one hell of a temper. One time he was at the track, and some mitt spilled a beer on his wind ticket. Mike beat the shit out of him till he went blind in one eye. For a lousy ten bucks. Leave that shit. Sounds like kind of a scumbag. Hey, you just gotta know how to handle these people. That Mike's a pussycat compared to some of the guys I met since you shipped out. You'll see. Ну вот, давайте переведем. Тут тоже прилично было разных разговорных фразочек. All right, you pulled off that job without fucking it up. Nice going. Говорит. All right, you pulled off that job without fucking it up. Nice going. All right. Хорошо. You pulled off that job. Здесь глагол фразовый. To pull off. Провернуть. Справиться сделать. You pulled off that job. Ты провернул эту работу. Да, сделал эту работу without fucking it up. Еще один фразовый глагол, только теперь уже очень грубый. To fuck up. Как и to screw up. В общем-то, облажаться. To fuck up without fucking it up на этот раз. Да, то есть без того, чтобы облажаться. Причем fucking it up. То есть не облажав ее, эту работу. Ну, как-то вот так это работает в английском языке. Вы уже, наверное, привыкаете потихоньку на летсплеях мафии. И далее. Nice going. Неплохой ход, в общем-то, да. Неплохое начало. Сойдет. Nice going. Yeah, but I almost got my ass kicked. I didn't live through the war just to die in Sand Island. Yeah, but I almost got my ass kicked. Yeah, but I almost. Но я практически, я почти got my ass kicked. Да, получил, да, свою задницу kicked. Напинанной, да. To kick ass. Помните, вот эта фраза, она была уже и в этом летсплее. И ее говорят в Южном парке персонажи. В общем, ну, получить люлей, да, в общем-то. Или to kick somebody's ass, наоборот, накостылять кому-то. И он говорит, I almost got my ass kicked. Я почти что, в общем-то, получил там. I didn't live through the war just to die in Sand Island. Это хорошо. I didn't live through the war. Я не прожил. I didn't live through, через the war, через войну, just to die. Просто за тем, чтобы just to die. Просто за тем, чтобы умереть in Sand Island. В вот этом районе Sand Island. Hey, that's all part of the deal, pal. Take it or leave it. Besides, it ain't like you're qualified for anything else. Hey, that's all part of the deal, pal. Hey, that's all part of the deal. Это все. That's all. Это все. Part of the deal. Часть дела. Часть, в общем-то, сделки, договоренности. То есть, ты, когда подписался на эту работу, все это входит в условия. That's all part of the deal, pal. Это все. Часть сделки, дружище. Take it or leave it. Хорошая фраза. Take it or leave it. Была у нас вот совсем недавно в ролике про черепашек-ниндзя, где нано появляется. Там вот тоже он. Take it or leave it. Бери или оставь. То есть, бери или не получишь. Take it or leave it. Бери или бросай. То есть, тут уже от тебя зависит. Besides, кроме того, It ain't like you're qualified for anything else. It ain't like. Это не то, чтобы... Да, like в этом случае, да? Ain't like. Это не то, чтобы you're qualified, что ты квалифицирован for anything else, к чему-то другому. То есть, не думаю, что ты умеешь что-то другое. То есть, ain't like you're qualified for anything else. Ain't это очень такая разговорная, удобная конструкция, которую Джо постоянно использует. Да, она помогает скрасить очень многие вещи. И shouldn't, и can't, и haven't. Вот эти вот все постройки просто съедаются на ain't. В письменной речи не делается. В официальных каких-то речах тоже нельзя этого использовать. Но вот в данном случае, это такой очень вкусный английский язык. I guess you're right. Он говорит, ну, похоже на то, что guess you're right. Похоже, что ты прав все-таки. Don't worry about it. It's all gonna be a piece of cake. Don't worry about it. Не беспокойся об этом. Постоянно говорит, опять же, этому фразу ему It's all gonna be a piece of cake. Это все будет вот кусочек пирога. Все будет очень здорово. Все будет расплюнуть. So, what's the story with Bruceky? А какая история? What's the story? В чем история? With Bruceky. С Bruceky. Mike's a good guy to know. Вот хорошая тоже конструкция такая. Mike is a good guy to know. Mike хороший парень to know, чтобы знать его. То есть, хороший парень для знакомства. То есть, такой нужен. He's a little grouchy, but he's always got his kem going. He's a little grouchy. Вот grouchy, это как глагол, это ворчать. Grouchy, то есть, такой ворчливый немножко, да, брюзгливый, в общем-то. Не брезгливый, а брюзгливый. То есть, тот, который вот постоянно чем-то вот так недоволен. Ну, было, да. He's a little grouchy. Он немного болтливый такой, ворчливый. But he's always, но он всегда got his kem going. У него всегда имеется скем, какая-то афера, какое-то мошельничество, жульничество going. Идущее, вот прям сейчас происходящее. У него всегда есть что-то на примете. He always got his kem going. He deals with stolen cars mostly. He deals with. Он имеет дело, да, deals with. Разбирается с, занимается with stolen cars. Краденными машинами mostly, большей частью. Spent some time inside a while back. Spent some time inside. Spent, провел some time, немного времени, inside, внутри. Что значит to spend some time inside? Это значит немного отсидеть за решеткой, да, провести сколько-то времени там. Inside, как бы там вот закрытый. Spent some time inside a while back. Провел немного времени в заперти. Некоторое время назад. A while back, немножко назад. I heard, he used to stick up a gas station back in the day. I heard, я слышал, he used to, что он раньше, да, used to stick up a gas station. To stick up, здесь значение глагола, to stick up for something, если вступиться за что-то, вот, отстаивать что-либо. И, соответственно, he used to stick up gas stations. Это значит, он крышевал, в общем-то, эти газовые, не газовые, как это, не газовые, бензиновые, бензоколонки. В общем, газ это бензин. Уже шутка даже была с этим в одной из серий. И вот, he used to stick up gas stations. Что он ранее крышевал вот эти соправки. Back in the day, опять же. Тогда, раньше, back in the day. В какой за day? Вот, когда сел. То есть, примерно, как Майкл Францеза, по всей видимости. You're gonna make him pay the cleaning bill for your jacket? You're gonna make him. Ты собираешься to make him, вот, сделать его pay, платить. Что значит make him pay? Заставить его платить. You're gonna make him pay. Ты собираешься заставить его платить the cleaning bill. Cleaning, это чистка. Bill, это счет. То есть, счеты с химчистки for your jacket. За твой пиджак, за твое пальто. Nah, I'll let that one slide. I do a lot of business with the guy. Plus, he's got one hell of a temper. No, I'll let that one slide. Нет, I'll let that one. Я позволю этому, вот, that one, вот этой одной slide, вот, как бы соскользнуть. Что значит to let that one slide? Это, вот, закрыть глаза и позволить этому случиться. Или, как бы, мы перевели спустить на тормозах. Наверное, по-моему, так и было в дубляже. Вот такая фраза. I'll let that one slide. Вот эту одну спущу. Почему? I do a lot of business with the guy. Он говорит. I do, я делаю a lot of business. Много дел with the guy, с парнем, вот с этим, да? То есть я, у меня с ним много дел. Plus, he's got some hell of a temper. Temper. Plus, плюс, he's got, у него есть some hell of a temper. Вот, temper это нрав. А hell of a temper это такой вот, ну, нрав, знаете, нравище. Когда говорят, по-моему, было hell of a dancer про чувака из заправки, тоже говорил Джо в одной из серий. То есть чувак, танцор там от бога, да? Hell of a dancer. А в данном случае hell of a temper. У него вот чертовский вот такой вот буйный нрав на самом деле. One time, we was at the track, and some Mick spilled a beer on his wind ticket. One time. Однажды. One time. Помните, next time в следующий раз, last time в прошлый раз, а one time это один раз. One time. We was at the track. Опять он говорит, we was. Слушайте, что с ним? We was. Мы были at the track. Track это вообще след, да? Если track как дорога, может быть, да, вот трасса, по которой можно ехать. А в данном случае, по всей видимости, если речь идет про winning ticket, то здесь track это соревнования. Какие могут быть соревнования в середине 20 века, где будет winning ticket? Наверное, здесь речь идет про ипподром. Он говорит, one time we was at the track. Однажды мы были вот на таких вещах, на скачках, на гонках. And some Mick. Вот кто такой Mick? Mick это расистское название из ирландцев. Не знаю, почему Mick, почему не Mac, но вот такой перевод мне выдал World Hunt, по крайней мере, потому что я не мог понять иначе, почему Mick, и это выглядит похожим на правду. And some Mick, и один, значит, такой. Spilled a beer. To spill это пролить. Spilled a beer. Пролил пиво. Spilled a beer on his win ticket. На его win ticket. На его победный билет. На его выигрышный билет. Mike beat the shit out of him till he went blind in one eye. Сильно. Mike beat the shit out of him. Помните, to beat the shit out of someone. Это то есть выбить из кого-то дерьмо. Вот он, собственно, Mike beat the shit out of him. Он выбивал дерьмо из него. Till he went blind in one eye. Пока он не ослеп на один глаз. Причем здесь, смотрите, как это строится. Till he went blind. Пока он не пришел к тому, чтобы стать слева. Вот так. Пока он не ослеп. Это так на английском работает. Till he went blind in one eye. До того момента, причем Till это она, Till, но вы уже знаете. He went blind. Пока он не ослеп in one eye. На один глаз. For a lousy ten bucks. Задолбанные 10 долларов. Would you believe that shit? Ты поверишь вообще в это? Sounds like kind of a scumbag. Hey, you just got a run out of hand to these people. That Mike's a pussycat, compared to some of the guys I met since you shipped out. You'll see. Sounds like kind of a scumbag, говорит Вита. Sounds like. Звучит как kind of своего рода scumbag, мешок дерьмовый, scumbag, ублюдок. Hey, you just got to know how to handle these people. Hey, you just got to know. Тебе все-таки, тебе просто нужно знать. You just got to know how to handle these people. Как to handle. Обрабатывать, в общем-то, да, как найти подход. To handle. Как управляться. То есть, to handle with these people, он мог сказать. Как управляться с этими людьми. Или to handle these people, примерно, как действительно, к рукам прибирать. And Mike's a pussycat, compared to some of the guys I met since you shipped out, он говорит. And Mike's a pussycat. И Mike, это котенок вообще. Mike's a pussycat, compared to. В сравнении с some of the guys, с некоторыми из ребят I met, которых я встретил, since you shipped out, с того момента, как ты уехал. You'll see. Ты увидишь. Эйпоууууууууууууууууууууаууууууууууууууу séни поетта. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Припарковаться around here, поблизости Я не хочу оставлять эту вещь Снаружи на улице Говорит, yeah, да That's why you're parking your car next to mine in the garage That's why, поэтому You're parking your car Ты припаркуешь или ты паркуешь мою машину next to mine Рядом с моей in the garage Хорошая конструкция next to mine, да? To be next to something Это быть рядом с чем-то, да? Как бы следом за Next to mine in the garage Next to mine The streets are full of criminals these days The streets, улицы, are full of criminals Наполнены криминальными элементами, да? Наполнены бандитами These days В наши дни Уже много раз было these days, да? За эту главу Yeah, the neighborhood ain't what it used to be, а? Yeah, the neighborhood ain't what it used to be, а? The neighborhood Район Ain't Не What it used to be Чем он был раньше Помните конструкцию Used to be Был ранее, да? What it used to be Ain't what it used to be Не то, что он был раньше Так, ну и пойдемте If you're hungry, there's some food in the refrigerator If you're hungry, there's some food in the refrigerator If you're hungry, если ты голоден There's some food Есть некоторая еда Еда, есть немного еды In the refrigerator В холодильнике Причем он говорит A refrigerator Там прям даже в субтитрах, да? Апострофи сбито, да? Вот это самое Re Refrigerator Вот Потому что оно не нужно И Смотрите дальше You're hungry, Vito? Take whatever you want from the fridge You're hungry, Vito? Take whatever you want from the fridge Take You're hungry, Vito? Опять, да? Ты голоден, Vito? Take whatever you want Бери Все, что ты захочешь Whatever you want From the fridge, да? Из холодильника Потому что в разговоре как раз-таки Потому что в разговоре как раз-таки Fridge Холодильник, да? А полное название Refrigerator А он съел это Re И сказал Frigerator Так Двери надо закрывать за собой, наверное Eating and drinking Heals injuries Eating Еда В смысле прям поедание Процесс еды And drinking И питье То есть опять же Процесс питья Heals injuries Лечат Повреждения Увечья Раны Нам тут буквально нечего хилить Да, у нас По-моему Чуть ли не полное здоровье Но попробуем Стольц beer Бутылка холодного пива Бутылка холодного пива Бутылка холодного пива И еще думайте ведь, что из этого полезнее Или вреднее, да? Кола или пиво И сэндвич Классик Хэммэнд чиз Классическая ветчина и сыр Сэндвич мы точно возьмем Здоровье было восстановлено до максимума Ну и полы запьем, наверное Crash on the kitchen couch To get some sleep Написано Crash on the kitchen couch To crash on То есть прям вот разбейтесь On the kitchen couch На кухонном диване На кухонной кушетке Вот оно, да? To get some sleep Чтобы немного поспать Crash on Да, такой разговорный тоже вариант Ну давайте Use the bed Используем кровать Друзья Вот такое получилось видео 8 серий нам потребовалось Чтобы пройти вторую главу целиком Мы перевели каждое слово По-моему это просто Колоссальный объем работы Действительно Потому что я теперь Вот серьезно Учитывая сколько раз Мне приходилось заново Начинать главу Чтобы дописать последующие части Когда мы с вами Продвигались по ее сюжету Я помню ее теперь наизусть Сказать, что это помогает В изучении английского Ничего не сказать Потому что это Очень сильно помогает Действительно То есть когда ты Знаешь каждую фразу Ты спокойно слушаешь И даже при том Что Джо Барбара Персонаж Прожевывает Каждое слово По-своему Каким-то непонятным Вот этим вот Дефектами речи Которые присутствуют У актера Возможно специально Подобранного именно Так, чтобы колорита Придать этому персонажу Все равно Понятно Каждая буква Английский по играм Это действительно здорово Друзья И Я буду надеяться На то, что у меня Будет хватать и времени И замотивированности На то, чтобы делать Эти ролики Чаще Потому что Я очень люблю Как эту игру Ну так и Некоторый ряд других Но конечно Мафия принадлежит Мое сердце всецело Друзья Еще раз Если вам так понравилось Это видео Что вы Хотите что-то сказать Добро пожаловать в комментарии Если вы считаете Что это видео Заслужило вашу оценку Сделайте это Посредством лайка Либо же Другой опции И Приходите еще На этот канал Здесь весело Здесь английский язык Ваш будет развиваться Стремительно До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова